Добрый день! Здравствуйте! С праздником! С праздником, дорогие вязальщицы! Нас неожиданно много в кадре. Вообще-то нас больше гораздо. Просто тут у нас в круг. Все сели в круг. Сегодня она вещает. Мы поздороваемся с вами вдвоем. Поздороваемся толпой. А потом переложим ответственность на Анины плечи. Сегодня она несет чушь. Правду в массы. О вязании реглана. Чушь получается очень комфортная. Очень лаконичная. Очень простая. Мы будем сегодня развенчивать вообще все стереотипы. по поводу того, что реглан – это сложная штука. Реглан, если он в таком прочтении, он, в общем-то, прост. И мы надеемся на то, что страх перед ним пропадет у тех, кто еще ни разу не вязал реглан. И вы подключитесь к нашей истории. Стой, погнали! Договоримся сразу на берегу. Я не учитель. Я не претендую ни в коем случае на такое звание. И все, что будет сегодня происходить в эфире – это мои личные наблюдения, мои личные какие-то знания, которыми я продолжаю насыщаться. Потому что совершенно не всеми секретами я владею, вяжу очень посредственно. И если вы достигли, а вы наверняка все достигли уровня бог в вязании по сравнению со мной, не судите строго и просто договариваемся, что этот эфир – не урок, а мое личное восприятие реглана, как можно связать вещь, просто, спокойно, не подглядывая в схемы, не подглядывая в сложные описания, просто сесть и вязать, находясь в компании, может быть, даже постоянно смотреть на своего собеседника, не отвлекаясь при этом на вязание, но занимаясь любимым делом. Вещь-то рабочая. И мы действительно все вдохновлены сейчас ей, потому что легкое, свободное вязание освобождает голову. И занимает руки. Вот я уже второй день одеваю эту вещь, и довольна очень, и с силуэтом, и вообще комфортом, и посадкой. Вот, и все замечательно. И я искренне верю в то, что можно вязать это даже тогда, когда ты только-только в начале пути. Вот, тут прототип, вот здесь вот, и я думаю, что Аня как раз по нему будет, ну, на нем будет указкой показывать или пальцами. А я пойду по ту сторону и буду держать аппарат, экран. Сто миллионов лет я вяжу, и я просто хочу с вами поделиться, потому что действительно это именно то мое видение простой вещи базовой. И я хочу, чтобы вы ее воспринимали не как строгую инструкцию, что нужно набрать 100 и вязать, а чтобы это было отправной точкой к вашему рисованию. Чтобы вот этот расчет стал белым листом, на котором вы нарисуете свою историю из своей пряжи, со своим рисунком, со своим регланом, со своим размером. Мы как раз оговоримся, что наши варианты реглана связаны на спицах 4,5, и мы немного продемонстрируем вам, из чего можно вязать. Хотя, в принципе, вязать можно из чего угодно, и даже спицы можно поменять, да? Абсолютно. Да, вот, но это как бы та некая пропорция, некий скелет, от которого можно оттолкнуться, двигаться свободно. С нижней кофточкой еще лучше смотрится. Спасибо. А вы знаете, что нижнюю кофточку Лена сама сшила? Да, я тут демонстрировала девочкам. Сейчас похвалюсь, у меня тут очень такая вот тонкая работа. Да, это из нашего французского батиста, у меня строчки там по спине, и вот, и она прям сюда, то, что надо, в разрезике легли хвостики, красиво, если бы не понравилось. Вот тот товарищ, тоже льняной, льняной, сухонький, и такое очень приятное, комфортное полотно, такой на грани прозрачности, вот. Я набросала, да, повторю, прежде чем мы начнем, повторю, что это не инструкция, это не правило, это просто мое видение вязания реглана, и сделано оно, в общем-то, просто из головы, да, оно не сделано никак, не написано нигде, нигде это, нигде этому меня не учили про 100 петель, просто такой удобный размер для того, чтобы получить вырез лодочкой, еле-еле держащийся на плечах, чтобы можно было вещь носить как просто на белье, так же можно надеть на футболку или на какую-то майку. В общем-то, линию реглана каждый может вести ровно так же, как ему удобно и получить либо удлиненную пройму, либо классический реглан, да, с прибавками в каждом втором ряду. Поэтому не инструкция, просто баловство, я с вами делюсь своими наблюдениями. Я еще не знаю, из чего буду вязать свой, поэтому набросала в корзину некоторое количество пряжи. Будем вязать летние пряжи, но если вы захотите зимние, это тоже возможно, абсолютно выбирайте на свое усмотрение. Я вязала ленину кофту в две нити ввиду своей беспробудной лени, потому что я не готова вязать на тройке долго и упорно. Ну, то есть, конечно, готова, но не эту вещь. Хочется связать быстро, связать максимально просто, без отвлечений на инструкции и на схемы. Пряжа Fizz, это хосигава, ленин прекрасный, джемпер связан в две нити, на спицах 4 мм. Поэтому все, практически вся та пряжа, которая здесь в корзине присутствует, я предлагаю ее между собой миксовать, что-то добавлять и соединять. И раз уж мы начали говорить про японца, продолжим эту историю. С Fizz вы уже, наверное, познакомились, многие купили, кто-то уже связал, наверное. Хочу показать родного брата Fizz пряжу Dolce. Хорошо видно на бобинке, что здесь две нити, буретный шелк и хлопок. Хлопок по толщине своей и по всем характеристикам соответствует нашему любимому Джиму 8.5 от Ito. В одну нить на 4,5 будет тонко, а мы выбираем пряжу, которая подходит на 4,5 при моей плотности. Вот это связано на 5,5, но, наверное, у тех, кто вяжет плотнее, шестерка, может быть, даже 6,5. Поэтому делаем скидку на то, что я вяжу очень свободно и адаптируйте здесь описание уже тогда под себя. Я предлагаю связать Dolce в две нити, одна из которых будет, собственно, Dolce, а вторая будет Джима 8.5 Хосигава. Здесь мы получим толщину, как раз подходящую под 4,5 мм. Ну и усилим немного оттенок, да, вот тот, который вам захочется, потому что у Джима много разных оттенков, да, и выбирая пряжу Dolce, можно к ней прикрутить и зеленый, и бежевый, вот такой вот gold oak. Можно меланж сводить на нет, добавить оттенок какой-нибудь. Он успокоит просто. Спокойный. А можно вообще какой-нибудь ядерно-оранжевый добавить и, наоборот, этот эффект меланжа усилить. Или же добавить вообще еще один дополнительный цвет сюда, ввести какой-нибудь неожиданный фуксию или фиолетовый. Мне кажется, тоже прикольно будет. Какой желателен метраж на 50 грамм? Ну, спицы 4,5, да, предполагают для себя метраж от 120 до 100 метров. 90 метров получается вот в моем случае, но учитывайте то, что все-таки состав у ФИС это 100% хлопок, он такой плотный и относительно тяжелый. Потому что, да, и он сухой, поэтому как бы вот вес, наверное, менее важен, важнее, чтобы полотно, которое вы вяжете на спицах 4,5 удовлетворяло ваши потребности. Да, легкий, полупрозрачный, немножечко вот как бы дырявый, я даже сказала, да, вот вариант изо льна у Ани. И более плотно, увесистый, чуть-чуть потяжелее вариант, как у меня. Поэтому пробуйте образец, да, и смотрите, вот ту плотность подбирайте, как бы, которая будет вам комфортна. Выбор плотности имеет тоже значение. Мы сейчас говорим о спицах 4,5, свободное вязание и лайт-вариант, да, потому что эти ваши 100 могут превратиться и в 80, и в 60, да, и в 120, как у кого-то еще. Линон, Катин, линон, божественная пряжа, с удовольствием ее повяжу. 53 хлопка, 47 льна, она подойдет в одну нить, мне кажется, на 4,5 прекрасным образом. Очень мягкая, и цвет я хороший выбрала, мне подойдет. Может быть, еще, кстати, богема в одну нить, но я бы к ней кого-нибудь добавила, к богеме. Что-то тонкое, это... Что-то тонкое, очень тонкое, может быть, даже... А может быть, даже наш лен? Да. Он, кстати, он придаст немножко сухости, стабильности, да, заберет вот эту вот немного ватно-пижамную структуру, богемную историю, вот, и огламурит чуток его вот как раз пайетками, да. У нас он на без пайеток есть, поэтому, если хочется чоппер без пайеток, по-моему, там осталось какое-то количество. Да, он в коричневом цвете, кстати, можно, если отказаться. Это просто бомба. Прекрасно, прекрасно. Мне так нравится. Насытит, насытит коричневым цветом, вот, и даст стабильность. То есть он не будет такой провальный, обвисший, он не будет такой сильно болтающийся, а будет достаточно формоустойчив. Вариант хороший. Обожаю ее. Мне нравится ревайв, и к нему, кстати, тоже можно добавить нитку чоппера. Можно. И даже коричневый сюда тоже. Мне кажется, на 4,5 он тоже будет хорош. Просто соло? Соло. Он неплохо держит форму, и даже если он будет немного рыхловат, он не потеряет своих свойств. Многие любят ревайв, знают его, к сожалению, вот, производитель уже его снял с производства, у нас есть некоторые цвета, так что рекомендую к нему обратиться. Да, у Ани выглядит воздушным, легким и воздушным, по причине того, что лен. Так выглядит лен. Вот, если он стопроцентный, сухой, вот такой немного проволочный, и именно длинноволокнистый лен, он в полотне полупрозрачный. У него особая структура и особое полотно. Прекрасно. Романс. Романсу можно соединить тоже с чем угодно. С романсой. Можно две нити, кстати, связать, тоже будет классно. У нее длинные такие прокрасы. Кстати говоря, кто вязал романсу, наверное, обратили внимание, можно взять два разных цвета, соединить меланж, добиться такого активного. А можно один и тот же оттенок, у меня четвертый. И пусть он сбивается из своих. Да, будет сбиваться вот этого. Перелива прокраса и прямо начинать с мотков, которые максимально отличаются друг от друга на первый взгляд. И, собственно, романсы нравятся мне как вариант просто в две нити. Хотя ее можно соединить тоже с кем-нибудь. С тем же самым чоппером. Они вот здесь в одной гамме. Можно и между собой соединить. Богему, кстати, с романцей тоже. Но тогда спицы нужно потолще все-таки брать. Потолще, да, туда пятера, наверное, какая-нибудь. Софтлина, кстати, очень классный вариант. Но я бы его вязала в три нити. Один и тот же софтлина. Чтобы не сбивать вот этот вот рисунок и прокрас красивый. А вязала бы его в три нити. И даже обязательно отматывала бы, чтобы рукава продлить верным цветом. Чтобы не получилось такое, что вы связали целиком вещь, оставив только снятые рукава. Хочется длинный рукав получить. Здесь зеленый, тут розовый. Нет. Именно дотянуть так, чтобы был прокрас и на рукавах тоже. Наверное, три мотка будет мало, чтобы такую историю сделать. Нет, нет, нет. Три как раз. Три как раз. Там подгоняем. Отмотать просто нужные оттенки на рукава оставить. Ну или делать просто не длинный рукав. Потому что здесь у меня прям совсем длиннющий. У Лены рукав до косточки. Можно сделать рукав просто три четверти. Ну, длинно-100. Божественный. Леон Катин. Очень мне нравится. Он, наверное, по своему характеристику максимально будет близок к этому, да? Да. Но скрученный вообще. Да, да. Здесь практически нет. Он, по-моему, вообще не скручен никаким образом. Можно его просто в две, а можно его, например, с романцей. Вот так вот, хоп, вдвоем. Очень классно будет. Опять же, это все история лентяев. Если вы хотите вязать на маленьких спицах, и вы от этого получаете удовольствие, берите просто какую-то пряжу соло. Не обязательно ее вязать в две нити. Вы можете вязать совершенно спокойно в одну, если вас прельщает вот эта история трех миллиметров, или, может быть, даже меньше. Потому что вот это, мне кажется, в два с половиной вязать можно. Да. Вот в случае пересчета вам просто нужно определиться с вырезом горловины. Определиться с вырезом горловины, с его, как бы, раскрытием, и в зависимости уже от этого совершать набор. Никто не отменял образец. Мы сейчас говорим о лайт-способе, когда спицы именно четыре с половиной. Если вы меняете спицы, то однозначно нужно сделать небольшой образец, небольшой нормальный образец, да, и по нему уже рассчитать количество петель, которые вас устроят при наборе горловины. Дальше как раз история погнали. Дальше мы уже, как это, приклеиваем вот эту вот формулу распределения регланных линий. Итак, далее что у нас тут осталось? Вот так. Оу, 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 оушен. Океания, Катя. У океании очень классные цвета. Если вы знакомы с ней, тут есть оттенки и вот такие вот приглушенно-розово-какие-то болотно-выцветшиеся, похожие, да, на романцу ту же самую с богемой. Они втроем просто родились. И чоппер с ними. Можно вязать не сто петель, а петель пятьдесят на спицах восемь, мне кажется. И связать просто один присест. Может, поменяем концепцию? Свяжем вот так четыре нити. У нас тут вот, пожалуйста, процесс идет. У нее семьдесят. Или вот так. Вот так даже мне больше нравится. Очень круто. Божественный зеленый. И лейс такой тоже классный. Можно лейс, кстати, в две нити связать. Тоже можно. И вот как раз вот эта вот история прозрачности проволочного вот этого вот полотна, да, дырявости. Когда петельки запоминаются, когда особенно ты погладил ее, да, вот погладил. Петли как бы устаканились, сели-то свои места и вот оставили вот эту прозрачность, дырочки. Вот такое, возможно, мне кажется, только в лейс или длинноволокнистых. Да, длинноволокнистых. То есть, если хочется добиться эффекта максимально близкого к этому или такого же, да, и вот эти два варианта. Деграде сан, но ему, наверное, тоже кто-то нужен, потому что тонковато. Хотя ты знаешь, что... Я думаю, что можно на четыре с половиной ее спокойно повязать. Более свободная, более рыхлая, более оплакучая, текучая и струящая. Она на четыре с половиной. Вот при моей плотности, мы все-таки говорим про 100 петель. Какой момент? Вы набрали 100 петель и, если сравнивать даже две вещи, вот эту и ту, что на лене, разная ширина, естественно, получилась выреза. Если вы набираете деграде сан на 100 петель, то у вас вот эта вот лодочка будет, естественно, поменьше. То есть можно регулировать размер именно подбором пряжи и спиц. Поэтому, говоря о соточке нашей прекрасной, Деграде сан будет прекрасным вариантом, если вы хотите сделать вырез меньше. Компактнее. Да, и продолжать вязать, в общем-то, на четыре с половиной. Канапу можно, кстати говоря, ланговскую. О, а вот, кстати, канапу можно попробовать даже и в одну. Канапу в одну, чтобы прям такую сетку получить. И пусть она будет прозрачная сетка. Но это совершенно точно нужно будет на что-то. Да, конечно, либо пляжный вариант, либо вот, грубо говоря, как я, с майкой какой-то вот вниз что-то одевать. Потому что вот эта вот канапа запоминает вот эту вот петлю, структуру. И вот она сохранит вот этот прозрачный эффект. Так что вот соточка на канапу, то, что надо. Если вы хотите действительно прозрачную. Так, у нас есть, кстати говоря, в заначке вот такая вот штука, которая была в распродаже. И те, кто успел ее купить, наверное, очень насладились этой пряжей. Это сессия Denim Time 100% хлопок, который тоже мне очень-очень нравится. Он меланжевый. Он мягкий. Красивая нить. Мы ее в ближайшее время выставим на сайт. Она у нас появится на сайте. Постараемся вот на следующей неделе. Мы их явим вам. Будут они у нас. И вот он прям по толщине, мне кажется, хорош, да? Очень мягкий. Очень мягкий. Еще белина. Вот так. О-о-о. О-о-о. Слишком красиво. Слишком красиво, чтобы быть правой. Мне вообще почему-то вот этот белин, я когда как раз собирала наши вот эти дропы летние, вот этот белин у меня, вот этот цвет, меня прям вот завораживает, не знаю. Свекелка запеченная. Такая вот свекелка, очень мне хочется. И вот ее освежить-то как раз океане. Ой, я хочу. Кому свекла, а кому и горький шоколад. Шоколад мне очень нравится. Вообще мое желание связать лейси, оно какое-то такое очень долгое и очень активное. Я, пожалуй, остановлюсь на варианте лейси. Осталось только понять, с кем я его соединю и в каком. Так, ну, размер лодочки, отправная точка. Вообще, это, наверное, не столь важно. Лодочку вы можете регламентировать для себя сами. Это зависит скорее от того, что вы хотите получить на выходе. Да, поэтому от этого как раз мы и отталкиваемся спицы. Да, выбор ваших спиц, плотность пряжи и так далее. Ваши 100 могут быть и 80, и 90, и 70, и 150. Поэтому и лодочка, форма лодочки может быть более закрытая, более компактная, а может быть вот такая откровенная, свободная, да, открывающая лебединую шею. Вот так я буду видать. Неожиданно. А будет круто. Сейчас попробуем. Да? Да. Ну что же, тогда ты начинаешь и ведёшь нас. Я начинаю, и параллельно вам сейчас расскажу ещё о моём, о моих предпочтениях в выборе спиц, и вообще, в принципе, вот моя дорожная. Можно такой связать Версалем, Версалес, да? Можно, можно. Он будет прям такой стекающий немного, потому что очень текучая пряжа. И, кстати, знаете же, из кого классно ещё? Наверное, четвёрка с половиной маловато будет. Нужно всё же побольше спицы. Из Космополитена мы, по-моему, несколько эфиров назад как раз показывали эту пряжу. Сюда пятёрку прям берите, набирайте соточку, и погнали. Да, и она хорошо сядет, и будет как бы такой комфортный вырез лодочкой. И он будет, вот из Космополитена будет вариант очень универсальный с точки зрения сезона, потому что в ней будет комфортно и летом, но, конечно, не в плюс 35. Но ещё очень классно будет, мне кажется, даже осенью под пальто или зимой под тёплый пуховик будет комфортно в ней, потому что здесь вискоза и всё-таки полиамид. А, полиэстер здесь, простите. Ну, в шнурках живёт воздух, поэтому он сохраняет тепло вашего тела, и это очень удобно. Поэтому такая вещь, она, в общем-то, считается межсезонной и не сильно блестит, очень деликатной. О-о-о-о. Но я хочу краску. Ну, а, да, реглан – это просто элементарный способ связать вещь без каких-либо швов, без заморочек. Вяжешь по кругу спокойненько себе, долго-долго-долго, и в какой-то момент это может перейти, например, в вязание платья, если вы поймёте, что не хочется вязать, я не знаю, пулловер. Раз, и в пол получилось прекрасное. В заветном кошельке Анны, чего только нет, мы сейчас, собственно, попробуем из этих недр достать то, что понадобится для вязания моих 100 петель. Я приверженец съёмных спиц, как вы можете видеть. Вот таких, например. Вот таких. Ну, яблоки полетели. Вот таких. И я сейчас вам расскажу, почему я очень люблю съёмные спицы, и, на мой взгляд, это гениальное изобретение, которое служит нам верой и правдой. Я даже не знаю, сколько лет, потому что мне неизвестно, когда изобрели съёмные спицы. Начинали-то, наверное, все с прямых, да, вообще, испокон века, когда вязали. Да, были прямые. Мне кажется, прямые были просто палочки какие-нибудь заточены. Ну, приоритетные были. А круговые спицы – это был некий дефицит, когда мы, я не знаю, там расплавляли эту трубочку, да, вставляли спицу. Ну, просто как бы кто-то помнит эти времена, кто-то не помнит. А я очень хорошо помню вот эту капельницу, да, которая вот вечно выскальзывала, выскакивала, или какая-то непонятная проволока. Ну, в общем, с круговыми было очень сложно. И если у кого-то кто-то на заводе работал и сделал что-то в виде круговых спиц, это было, в общем-то, какое-то счастье неимоверное. Поэтому основная масса спиц у всех, как бы, длинные металлические, пластиковые и т.д. В моем ассортименте в приоритете спицы деревянные. Как вы можете видеть, это лики, это ребята из набора моего божественного деревянных спиц. Индиго, по-моему, цвет называется, да? А вот у меня здесь накручена четверочка, а тут у меня четыре с половиной, смотрите. Потому что только я сняла стик-спиц Ленин-Цвитер. Почему у тебя четверочка и четыре с половиной? Так как я непрофессиональный исполнитель. Только учусь. И это очень большое счастье, что у нас есть возможность продолжать учиться, впитывать знания, которые в том числе мне приходят от вас. У нас есть бессчетное количество прекрасных мастериц, которые свои знания передают миру. Я себя к мастерицам не причисляю, но поделиться тоже хочу. У меня присутствует... Могу. Могу, хочу и могу. Могу, хочу и буду. У меня присутствует рядность. Это когда при вязании изнаночных петель они у вас получаются другого размера, нежели лицевые. У меня они получаются процентов на 35 больше, чем лицевые петли, особенно если я вяжу быстро. Поэтому в левую руку я беру спицы на размер меньше или на полуразмера меньше. В данном случае на полуразмера. То есть лицевые петли я вяжу спицей по размеру, четыре с половиной в данном случае, а изнаночные вяжу четверкой. И у меня вот эта разница, которая получается при вязании изнаночных петель, нивелируется за счет того, что спицы просто меньше. Вот и все истории рядности. Я люблю вязать короткими спицами, поэтому в моем арсенале коротких спиц много. Они мне нравятся. И у меня здесь есть спица. Вот такая вот коротышка. Я взяла у друга попользоваться. Ну, не вернула примерно полгода назад. Взяла попользоваться одну, потому что свою укороченную джинджер я сломала. И, по-моему, это 3,25 у тебя, да, Алена? 3,25 это тройка. Спицы Нитпро. Спицы Нитпро. Это либо джинджер, либо... Лики. 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 Вот они в разных цветах бывают. И съемные, и наборы, по-моему, у нас есть, да, сейчас лики? Да, у нас есть. И наборов много есть. И вот, как бы, это, кстати, вопрос к вопросу, а то, с чего начать. Хороший вариант. Это приятное вложение в свое будущее. Набор спиц джинджер, лики. Ну, вот лики в разных цветах есть, кстати, хороший вариант. Лики тупенькие. Мне они подходят, потому что я снимаю петлю пальцем. И сейчас, когда начнем вязать, вы увидите, что я снимаю петлю пальцем. И когда у меня была попытка полюбить Чао Гоу, полюбить Чао Гоу мне не получилось, потому что я накалывала себе палец просто до кровавой мозоли. Поэтому все свои остренькие спицы я быстренько раздала и остановилась на тупоносах. Мы делимся с вами на две категории. Есть люди, которые приходят к нам в Трискелле и говорят, смотрите, я в журнале, увидела классную модель, хочу ее повторить. И мы начинаем подбирать пряжу для того, чтобы сделать, собственно, связать эту модель близкую к исходнику. Либо вообще ноль в ноль повторить. Либо вяжем по описанию журнала, или по описанию с фэшнбоксом Родины Ярн, где уже все подобрано, скомпоновано. И бери и вяжи. А другая половина нас, это как раз моя половина. Когда ты приходишь в Трискелле, видишь моток, ты его трогаешь, смотришь, может быть, попробуешь повязать. Тебе нужно его сначала полюбить, прежде чем понять, что ты хочешь, какую вещь ты хочешь увидеть из этой пряжи. Соответственно, берешь моток в руки, любишь его нежной любовью, пробуешь вязать, и уже в твоем больном мозгу рождается представление, что именно из этого мотка хочется связать. Из него или из каких-нибудь друзей его. Я выбираю именно так. Я должна сначала полюбить пряжу, а потом придумать, что из нее получится. А если в круговую, лицевыми, как насчет рядности? В круговую, лицевыми рядности нет. Но я вывязываю росток, и, наверное, с тех пор, как я научилась вывязывать росток, я вывязываю его в реглане строго, потому что посадку все-таки это дает более эргономичную, более правильную с точки зрения анатомии человеческой. Я не конструктор, и далеко не дизайнер в плане верности расчетов и сшить мужской пиджак я никогда в жизни не смогу. Но хочется, чтобы вязаная вещь все-таки сидела на фигуре комфортно, потому что без ростка, если мы говорим о вырезе каком-либо, вот это вот душащее горло, вот такая вот подступающая лодочка, конечно, будет не суперкомфортно. И я голосую за росток в данном случае. Так же, как и за подрез, собственно, даже в таком объемном... Да, и такой заниженной проймой, как бы, да. Все равно люблю подрез. Пусть минимальный, но все равно он присутствует. Ну так вот, мы определились с пряжей. Странное сочетание я выбрала, но мне кажется, что получится очень здорово, потому что меланж, такой темный, насыщенный в океане, очень красиво будет на таком шоколадно-коричневом фоне смотреться. Мне кажется, что будет чудесно. И по спицам тоже. Я сейчас, наверное, все-таки начну с укороченных. Четыре с половиной укороченную я, наверное, возьму и четверочку обычную. Да, так тоже можно, если вам комфортно вязать укороченными спицами, и вы не видите разницы для себя вот в этом хвате. Потому что кому-то очень важно, чтобы здесь был упор, да? Ну вот, для меня важен. Вообще мне все равно. И так тоже удобно вполне. Поэтому у меня частая история, когда с собой только вот этот дорожный набор, и я миксую между собой спицы, как хочу, и в правую руку беру, например, укороченную, или наоборот, в левую руку укороченную, а в противоположную, соответственно, полноразмерную. Лесочка у меня 60, если я не ошибаюсь. Накручиваю спицу и дотягиваю обязательно ключом, который у вас в каждом комплекте с леской, обязательно есть вот такой вот ключик-проволочка, который вы используете именно для того, чтобы дотянуть спицу, и она у вас в процессе работы не раскрутилась. Используйте как домкрат. Не крутите его вокруг оси. Да, да, да. Используйте как домкрат. Так, четверка. Здесь 4,5. Пожалуйста, вот мой инструмент. Странно выглядит? Максимально странно. Короткая 4,5 и длинная четверка. Ну, в этом, в общем-то, вся и Анна. Скажите номера цветов пряжи. Вот так, что вяжет Анна? Показываем. Лейс 10, родина Ярнс. Океания, Катя Океания. Состав мы не видели. 58,26, 16, хлопок. Номер цвета? 68. Это мой выбор сегодня. Так, подскажите, пожалуйста, примерно расход. Ой-ой-ой. Расход из чего? По-разному. Общая масса вашей пряжи должна быть не менее 400 грамм. Здесь 8 мотков. Не менее 400 грамм. 400, да, наверное, это минимум. Но мы говорим с вами о том, что эта вещь... В общем-то, у меня, наверное, сейчас 44-й больше вверх, к сожалению, чем 42-й. Может быть, даже 46-й. Но я вроде не такая большая, как может показаться в одежде. Ну, все-таки 44-й, хотя я тоже с удовольствием ношу. И она очень хорошо садится, например, на Юлю. У Юли вверх уверена 46, может быть, даже чуть-чуть побольше. Какая красивая Лена. На 42 тоже 100. Если 42, вы можете тоже набрать 100. Но тогда выберите какую-нибудь пряжу, которую будете вязать на спицах, например, 3 или 3,5. И набирайте тоже 100. Если хочется именно этот расчет на размер 42, просто на 3,5 вяжите. Из Лена на 48-й набирайте те же самые 100. У реглана одно большое преимущество, что вы можете тянуть эту регланную линию, и посадить эту вещь на любой размер, даже на 52-й. Я, насколько знаю, у нас есть девушки, которые связали уже вот эти вот 100 по разговорам, которые были в эфирах в предыдущих, и прекрасно вещь села. Юля распустила 100 петель. Пока мы с вами ходили, она взяла, распустила все. Из Нилтона, кстати говоря, Юля решила вязать. Я решила побольше петель набрать. Да, и вот сейчас мы как раз посмотрим на 100 петель. Ну что, наборный ряд, распределение петель. Я надеюсь, мы все это и... Я не знаю, как вы, но я потенциально готова. Для меня вот стой, погнали, по прямой, без всяких заморочек сидишь и вяжешь. Вот это мой вариант лентяйский. Поэтому, повторю еще раз, не рассматривайте это видео как способ вас чему-то научить. Совсем нет. Просто вот такое у нас вязание на публике. Да нет, в общем-то, я думаю, что это хорошая история, потому что она вдохновляет. Вдохновляет 100%. Присылайте фото, конечно, присылайте. Будем рады посмотреть. Очень. Пожалуйста. Давайте сделаем хэштег какой-нибудь, стой, погнали. Если вы будете вязать, стой, погнали, отмечайте нас и хэштег сделаем обязательно. Спрашивали о том, каким образом обработана горловина на ленинном джемпере. Она никак не обработана. Я просто набираю самым простым, возможным способом петли и вяжу. Поэтому, собственно, погнали. Способ мы его называем традиционный. Сейчас, возможно, будет комментарий, что я неправильно держу спицы или неправильно набираю. Вяжи, Анна. Но вязание – это же такое чудесное дело, где я действительно нет правил, и мы все вместе продолжаем учиться. Набираем. Как я набираю, правильно или неправильно, я не знаю. Я сейчас буду считать, если там есть вопросы. Это традиционный набор. Две нити. Анна набирает вот ровно так, как она и будет вязать. Все. Ничего вспомогательного. На одну спицу, не сильно затягивая нить. То есть, вот как бы с обычным стандартным натяжением. Потому что многие говорят, что набирают на две спицы. Нет в этом смысла. Вообще, в принципе, вот последнее время все набираем на одну. Анна, это 100 уже такое? Сейчас посмотрим, 100 это уже такое или нет. У нас же здесь есть вот эта вот история. Чудесная капля. Здесь тоже принимайте решение, как вы хотите. С каплей, без каплей. Если вы вяжете без капли, тогда выводите росток сразу, начиная, собственно, с первого ряда. С первого ряда после наборного. Если же вы вяжете вот с такой историей, тогда росток выводите сразу после того, как замкнете свое вязание в круг. При этом линию реглана, да, вот эти прибавки, мы начинаем сразу же с первого ряда после наборного. То есть, получается, со второго ряда. Росток в плече для того, чтобы добиться лодочки. То есть, чем больше вы будете, чем больше линий и возвратов вы будете делать в плече, тем больше вы разведете себе лодочку. Если вы будете делать росток, вывязывать его уже в передней части изделия, уже после реглана, то вы получите вырез сначала круглый. А чем более частые и короткие будут ваши обратные ряды, вы сможете уйти вообще в V-образный вырез. Здесь именно речь идет о раскрытии вот этой вот горловины, о форме горловины. Поэтому еще раз, Ань, можно еще раз? Поворотные ряды концентрируются все в районе, вот она, видите, вот немного даже видно здесь за счет прозрачности. Ну, конечно, все видно. Вот. За счет прозрачности вот видно, где поворотные ряды. То есть, концентрация их, она находится в рукаве. В ру-ка-ве. Вот здесь, да? Кременький. Какой метраж нитей у Анны? Значит, у нас в две нити. 50 грамм, 160 метров пряжа лейси. И океания 150. Ну, из расчета, что у нас две нити, да, они плюс-минус с одинаковым метражом, да, эти две нити, получается 150 на 100, ну, ориентировочно, 150 на 100. И, то есть, 75 на 50. Вот она толщина нити, которая сейчас будет у Анны на спицах. Ну, это не сработает 75 на 50 на 4,5 на зимние пряжи, однозначно. Сто процентов. Сейчас у меня здесь ровно 100 петель. Я добавлю еще сюда две кромочные, потому что все-таки буду делать петельку, капельку. Да, капелька-петелька. И, то есть, 102 по итогу. Дальше, когда мы все это замкнем, у нас с вами получится, что на спине петель будет на одну боль. И я вяжу из линкуса от Кати. О, девушки кто-то набрался. Линкуса, молодцы. Рисуйте. Это, пожалуйста, вам даны краски, вам даны кисти. Рисуйте. Рисуйте на своем реглане что угодно. Может быть, вы поймете, что просто гладью скучно, введите рисунок. Может быть, вы поймете, что вам хочется эту регланную линию видеть совсем тонкой из одной петли, да? Сделайте одну петлю. Может быть, вам захочется ее сделать супер широкой из 12 петель. Сделайте это. Почему нет? Да, может быть, туда включите ажур или косу. Абсолютно. Коса в реглане, это вообще, я люблю такую штуку. У меня сейчас в руке спица маленькая, поэтому я пойду вязать изнаночный ряд первым. Первую петлю все нормальные люди, наверное, провязывают, да, вообще? Нет. А я снимаю. Снимаю. По умолчанию первая петля снимается, а крайняя провязывается изнанкой. Это по умолчанию. Ну что, вот он. Та-да-та-та-та-та-та! По 6 на регланную линию, по 10 на плечо и по 28 на лицо и на спинку. Спинку мы делим пополам. Итого у нас здесь получается по 14 плюс 1. Плюс 1 это наша кромочная. Здесь у нас будет та самая... Тот самый разрыв. В общем, вот он, то, чего все ждали. Посмотрели и расходимся. Вся формула. Абсолютно элементарно. Меняйте эти числа, как хотите. Есть более правильные расчеты реглана. Вообще, в принципе, есть правильная какая-то формула расчета реглана. Лена им обладает этой правильной формулой. Да. Когда на спинку берется петель меньше, чем на лицо, потому что, когда мы будем вывязывать укороченные ряды и вывязывать росток, мы увеличим еще больше спину. То есть... Мы ее расширим. Да, расширим, увеличим количество петель. Здесь вопрос посадки, да? Если мы говорим о прилегании по фигуре, и тогда действительно нужны правильные расчеты, да? С количеством поворотных рядов, да? С увеличением вот этих вот... С учетом выточек. Ну, в общем, не будем углубляться. Наш вариант лайт, легкий, легкий, простой. И вот то, с чего можно начать, а потом уже двигаться к более сложным. Наш вариант нам очень нравится тогда, когда вы свободны в своем... В своем, да, в своем полете, в своем изделии, в принципе, вы тоже свободны, потому что само изделие свободно. Далее я немножко посчитаю, а вы, наверное, почитаете, да? У меня четыре маркера. Такой момент еще. Я не знаю, так как мы сегодня без правил, рассказываю, как делаю я. Есть наборный ряд, да, самый первый, тот, который мы набрали на спице, и есть первый ряд. По-хорошему, наверное, когда вяжешь по описанию или делаешь какое-то более правильное с точки зрения эргономики тела изделие, то есть не такое свободное, и нужно рисунок какой-то выводить, соблюдать каждую петлю в этом реглане, прибавки начинаются прямо сразу с первого ряда, после наборного. Я первый ряд люблю провязать, чтобы зафиксировать вот этот вот наборный, наборный первый ряд, стабилизировать его и провязать. Поэтому я свой изнаночный сейчас просто провяжу, и в процессе того, как я буду его провязывать, собственно, повешу маркеры, чтобы понимать, где у меня находятся регланные линии. Он у тебя установочный? Да, все правильно, установочный. Маркеры вешаются на ваше усмотрение, то есть кто-то любит их повесить, например, до регланной линии и после. Таким образом понадобится маркеров в два раза больше, чем у меня. А я вешаю маркер посерединочке линии реглана. Просто смотрю, что мне там не доходят три петли или через три петли после. Ну да, три петли справа, три петли слева. Да, совершенно верно. Так, а поправка на росток, спинка равна переду. Значит, в нашем случае? Для лентяев. Если, опять же, это не инструкция по вязанию реглана, это тот лентяйский реглан, который вяжу я. Вы можете делать поправку на спинку и перед. Можете не делать. Мы говорим сейчас о варианте лайт. Наша спинка шире и ровно на столько петель, сколько укороченных рядов было связано. То есть ровно на количество в два раза больше. Так, кроме двух петель для капли, вы набираете еще одну смыкание в круг? Нет, не набираем. У нас 100 плюс 2. Так, девочки, делайте скрин. Вот Аня на почеркушке. И вот то перед, спинка, разъем на каплю по 6 петель на регланной линии. У нас капля, у нас капля, поэтому Анна начала первый установочный ряд. И он не в круговую. Вот сейчас она как раз развешивает маркеры, да, определяет отсчет, делает отсчет петель и вешает маркеры. А вешает она и по центру регланной линии. У нее 6 петель в регланной линии, поэтому она между 3 петель, 3 тут, 3 тут, повесила маркер. Да, в нашем случае мы как раз не заморачиваемся. Мы делим наши 100 петель на равное количество петель. 28, 28 и по десяточке на рукавах. Если регланная линия по одной петле, то как сотка распределяется, рукава увеличить или спинку. Вот здесь, если одну петлю вы хотите сделать в регланной линии, вы можете ее набрать просто из перемычки. Правильно? Распределив вот 3 петли от этой регланной линии отправить сюда, 3 петли от этой регланной линии отправить сюда, а вот как раз одну петлю регланной линии ее набрать из протяжки. У вас плюс 4 петли получится, ну, грубо говоря, регланной. Но тогда вы не заморачивайтесь, если хотите одну петлю в реглан. Мы и как раз пропагандируем этот способ light, да, когда вы остановитесь тогда, когда вам будет нужно. Петли реглана уйдут на рукава или... Все, в моем случае, все петли реглана уходят в тело. Здесь нужно отметить, что длина, вот, например, вот в этой вещи длина во многом достигается не за счет того, что я связала потом после того, как сняла рукава, связала какое-то длинное суперразделие. Нет. Длина достигается в том числе за счет того, что широкая вещь повисает вниз, и получается вот этот вот падающий, да, такой ниспадающий эффект. Мне нравится такой вариант. Вы можете... Чем хорош реглан? Действительно, остановился, когда готов, когда хочешь, и понимаешь, что вот сейчас мне достаточно этой ширины рукава, и я добавлю туда, там, 5-7 петель на подрез. Не буду заморачиваться с рукавом, и просто буду гнать его прямо до самого конца той длины рукава, которой хочется достигнуть. Вы можете начать вязать и понять, что... Я хочу, чтобы вещь была в обтяжку, например. Остановиться в нужном моменте, вывезать подрез, добавить необходимое количество петель на рукав, связать... Как раз в подрезе догнать до нужного количества рукава, правильно, Нань? Да. Да. Потому что, скорее всего, если вы остановились, да, грубо говоря, там, отвязав, там, 26, да, сантиметров в реглане, вы хотите узкий рукав, вы останавливаетесь, но количество петель еще не достигнуто до ширины вашего рукава. То есть, либо можно регланную линию тогда в моменте смыкания увезти в рукав, если это необходимо. Можно регланную линию, да, если... Ну, мы говорим сейчас здесь 6 петель у меня. Мы можем поделить пополам и сделать рукав шире, 3 петли с каждой стороны отправить в рукав, а все остальное в лицо и спинку. Рисуйте, как вам хочется, как вам нравится. Достигайте того силуэта, который хочется получить. Это все очень просто. И даже если вы распустите, там, десятка-два рядов, и потом свяжете их по новой, и ничего страшного не случится, по-моему. Это ваш опыт. Рисуйте, и получайте классный результат. Или же вы поймете, что не хочется капельку делать, а хочется сделать, например, какой-то более узкий ворот. Вот, окей, наберите на бросовую нить, оставьте себе поле для маневра, и поймете, как вы захотите оформить ворот уже, когда вещь будет готова после того, как вы набрали, собственно, на бросовую нить. Можно и отсюда набрать сейчас петли и связать какой-то воротник. Да, хомут, или вообще это все дотянуть, дотянуть каким-то образом, да. В этом огромная прелесть и простота реглана. А если делать косы по линии реглана, то нужно больше петель. Коса же сжимает. А смотря какая пряжа? Это тоже очень зависит от того, какая пряжа, и на каких все-таки спицах вы решили вязать. Что касается льна, мне кажется, что в данном случае коса, даже если сожмет, то хуже от этого не станет. Пожалуйста, у вас чуть-чуть уменьшится вырез. Ну, чуть больше, ну, как бы, чуть компактнее вещь. Вот и все, буквально там на несколько. Ну что, Аня, дальше? Аня пошла вязать лицевой ряд. Он получается третий. Третий. Если считать набор. И дальше Аня будет уже делать прибавку. Вот маркер, три петли до, три петли после. Я буду делать из протяжки. Подожди, убери пальчик, мы покажем. Вот маркер, три петли до, три петли до. Темноватая пряжа, конечно. Можем взять другую. Показывай протяжку-то. Вот это так-вот 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 так. Я ее надеваю сюда. Она ее поднимает, одевает на спицу. Боже мой, как волнительно-то, как это ужасно. И перекручивает. И вяжет ее за заднюю стенку. К сожалению, не очень фокусируется. А протяжка поднимается, одевается на левую спицу. И провязывается перекрученной за заднюю стенку получившейся петли. Вот просто пока послушайте. Но другая протяжка будет провязываться по-другому. Первую запомнили, как мы провязали. Я не смогу сейчас это изобразить. Не надо. Я буду... Сейчас. Так. И я провяжу ее за левую стенку. Вот так. Опа. Ты дынкс. Чтобы ножки у этой протяжки скрутились, перекрутились, стали крест-накрест. Мы получаем вот так. С одной стороны. Угу. И зеркаль вот так, с другой стороны. Да. Молодец. Вот так. Правильно. Видно? Видно. Понятно. Это для того, чтобы отверстия, которые будут идти вдоль регланной линии, были симпатичными, были одинаковые. Такие, как будто бы их отразили в зеркале. Да, чтобы они у вас все в одну сторону не смотрели. Но даже если они смотрят все в одну сторону, тоже может быть такое. Да. Можно вообще до конца полениться, сидеть, смотреть на своего собеседника, а не в свое вязание и вязать просто. Просто вытягивая. Просто вязать. Просто вязать. Да, вытягивая просто, провязывая обычную петлю, не перекручивая, просто ваше отверстие будут чуть-чуть побольше. Может быть и любой другой способ прибавления петель. Это из петли предыдущего ряда, тоже вариант. Он тоже вполне себе аккуратненький. Можно накид делать, если вы хотите сделать... Более рельефный. Да, побольше отверстия, например. Можно прям принудительно делать накид такой побольше. Да, помассивный. Из него уже это. Он красиво формирует, когда реглан в виде косы, да, и когда вот такие вот крупные отверстия идут. Ну, это, если говорить о летней вещи, да, обрамляющие вот эту куску. Красиво смотрится из накидов. Да, протяжка скрещенной лицевой, но симметрична от линии реглана. Спасибо большое. Правильно. Протяжка – это нить между петлями. Верно. Это как раз как бы перемычка. Раз петля, два петля, а между ними нить протягивается. Вот это как раз протяжка. Прибавки идут в каждом круговом. В каждом втором ряду, но тут тоже момент важный. Если вы хотите получить супер удлиненную пройму, вы можете делать прибавки не в каждом втором ряду, а, например, в каждом третьем. Следите тогда, ну, в процентном соотношении, что вы получите. У вас будет удлиняться линия реглана, при этом размер спинки лица и рукавов будет наращиваться дольше. Соответственно, вы можете взять те же самые 100 петель, или, может быть, даже больше петель, если это какая-то пряжа потоньше. Вязать супер-супер-супер-супер-супер длинную линию реглана и минимально наращивать объем уже самого. Ну, да, здесь уже, да, вопрос силуэта. Вопрос силуэта. Ну, напомню, что мы вывязываем каплю, поэтому они сейчас поворотные ряды. Ой, как жалко, что ее уже снять. Каплю можно не вывязывать. Да, можно не вывязывать, а просто двигаться по кругу. Ну, полотно получается очень крутое, и мне очень нравится цвет. Смотрите. А? Цвет очень классный. Коричневый, вот этот синий-белый. Я с нетерпением жду, когда там немножко нарисуется уже вот этот меланж, потому что, мне кажется, настолько благородное сочетание получилось. Очень такое эффектное, стильное даже, я бы сказала. Можно еще раз показать регланную линию на светлом джемпере, джемпере, чтобы понять, куда разворачивается петля из прибавки. Пожалуйста. Вот так, посмотрите. Здесь мы крутим вправо, а там мы крутим влево. А сливовый, который вам нравится, с чем бы вы сочетали? Белина? Белина сливовый. Вот этот? Да. Возьмите тот же самый, если хочется, темный вариант. Мне вот прям вот этот очень нравится. Белина, Белина седьмой, а это шестьдесят восьмой. Вот так. Мне вот это очень нравится. У Анны... У Океании, посмотрите, какая палитра. И можно сочетать это вообще с чем угодно. Белина, даже вот с этим, смотри, томатный будет классный тоже. Томатный зелень. Ну, не знаю, прям все прекрасно. Океанию вообще с чем хочешь? Она очень тоже дружелюбная. Девочки, а прибавки в поворотных рядах делаем в каждом четвертом? В каждом поворотных рядах делайте с тем же ритмом, который выбрали изначально. Если вы делаете прибавки в каждом втором ряду, не сбивайтесь с этих прибавок на моменте поворотных рядов. Продолжайте их делать в том же ритме. Потому что если вы не будете их делать, у вас в регланной линии на моменте поворотов появится где-то проплешина без прибавок. Выглядит это будет, прямо скажем, не очень. Ну, вы просто испортите, как это, вид регланной линии, правильно? Красоту. Далее. Когда реглан пойдет по кругу, то прибавка вдоль регланной линии через ряд будет? Ну, получается правильно в каждом втором ряду. Ну, опять же, я предполагаю, что в этой вещи мне захочется сделать чуть-чуть подлиннее пройму и сделать вещь короче. То есть достигнуть, собственно, такого эффекта, когда будет совсем длинная линия реглана, да, и она закончится как раз где-то примерно, где будет, собственно, заканчиваться вещь. И мне кажется, что это будет, ну, это будет классно. И я не буду делать длиннее, наверное, спинку, и, может быть, может быть, укороченными рядами, не буду разделять ее, да, как на наших с вами, а укороченными рядами выведу немножечко овал сзади. О, это хорошо тоже. И это будет, у меня будет длиннющий вот такой реглан. Да. Вот такой вот динозаврик-рукав и сзади овал. Мне кажется, крутой будет свой. Да, тоже интересно. Можно, это здорово будет. Так, как вывязывать каплю, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Чем достигается вырез капля? Это просто разрез. На самом деле, за счет растяжения полотна, он превращается именно в каплю. А по сути, вот Аня сейчас вяжет поворотные ряды, вяжет полотно, и два края, они как раз и создадут вот эту каплю. Потому что через какое-то время, да, когда она, ну, решит, что достаточно, да, вот этой длины самой, вот этой длины капли будет достаточно, она это сомкнет в круг и начнет вязание по кругу. Все, сомкнула в круг путем, каким образом ты замыкаешь круг? Меняю местами две петли. Угу. И провязываю. То есть две кромочные петли. Меняю местами. Просто меняешь местами. То есть ты их не объединяешь, ничего не делаешь, ты их просто меняешь. Пробовала я так сделать, но… По сути, у тебя получается плюс две петлища, да, вот эти кромочные? Да. Если связать, если провязать две вместе, то получится плюс одна. Да. Пробовала я этот вариант, значит, я в первом части ошибочно дала вам информацию о том, что плюс одна будет, значит, будет плюс две. А мы плюс две сдали. Плюс две мы в любом случае дали, потому что они кромочные. Кромочные. А если бы мы провязали две вместе, то у нас была бы просто в спинку плюс одна из этих кромочных, правильно? А поменять местами более верный вариант на льне, с моей точки зрения, потому что когда провязываешь две вместе, получается толстенькая такая штучка, несимпатичная. Особенно в рыхлом вязании она предателем смотрится, да? На зимних вариантах, на каком-нибудь кашемире, который спрячет под пушкой всю эту историю, так можно сделать, и это будет очень адекватно смотреться. Но наверняка есть какой-то суперклассный способ, и я уверена, что нам сейчас его расскажут. У вас сначала вязание, а потом замеры? У нас нет замеров. В этом вязании? В этом вязании замеров нет. Наш вариант свободный, 100, и погнали. Тогда, когда вы просто взяли пряжу, сели на диван, набрали 100 петель. И погнали. И погнали. Light способ. Мы не даем здесь размеров, размерного ряда. Мы даем вам возможность пофантазировать и порисовать самостоятельно. Чуть-чуть поработать своей фантазией и тем, что вам доступны инструменты, пряжа. Связать вещь для себя. Не повторить что-то, а связать ее такой, как вы видите. С той частотой прибавок, с той длиной регланной линии, с той шириной, с той длиной, с тем рукавом, который хочется именно вам. В этом идея, в этом посыл. И мне кажется, что для многих это может быть приятным таким бонусом, бонусом к умению вязать. Возможность еще немножечко пофантазировать и порисовать самостоятельно, потому что, когда вы к нам приходите сюда, есть некоторое количество людей, которые боятся фантазировать и боятся пробовать и боятся сочинять сами. То есть в этом, собственно, моя идея и мое желание, чтобы вы научились сами рисовать. Не раскрашивать готовое, а рисовать свое. Это будет круто. В процессе вязания можно всегда немного изменить саму идею, сам силуэт. То есть просто дать немного свободы себе самой, оттолкнуться от пряжи. Не оттолкнуться от модели и не заморочиться расчетом, а именно оттолкнуться от полотна. И процесс вязания, как бы, да, вот это перебирание петель, чтобы он именно был направлен на перебирание петель, да, на ощущение полотна, на создание этого полотна, его меланжа, его комбинации и так далее. Другой немножко подход, вот просто другая немножко философия, другая немножко психология этого процесса, что вязать легко, легко. Ну да, наверняка есть те, кто умеют вязать просто по прямой шарфике, например, может быть, даже какими-то сложными узорами. А плечевое изделие связать волнительно или там боязно. И там, ой, я боюсь испортить пряжу, я не могу рассчитать. Девчонки, стой, погнали. Мой вариант для лентяев вяжется без вот этой вот погрешности. И таким образом мы, получается, наращиваем росток в том ритме и так, как душеньке будет угодно. Потому что я сейчас, например, не знаю, как я буду росток наращивать. Захочется мне сделать, может быть, вырез более круглый, а может быть, я останусь с лодочкой. Я еще не решила пока. Да, может быть, ты решишь оставить более открытую спину. Абсолютно. Тогда ты поворотных рядов свяжешь минимум, да, и у тебя прям лодочка будет практически и одинаковой по переду и по спинке. Да, или ты захочешь эту лодочку как бы все-таки закрыть холку. Цвет крутой. Вот, блин, он правда хорош. По-другому даже не скажешь. Длину капельки какую делали? Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой длинный, вот такой. Вот так. Капельку можно остановиться тогда, когда вам надоест. Или вам захочется более длинную капельку сделать прям до того места, где застегивается ваш бюстгальтер. Очень красиво это выглядит. Но помните о том, что вот я, допустим, вот сегодня одела это с сорочкой. Вот, и возможно, что в капельке моя сорочка торчит. А торчит она у меня? Торчит. Ну, торчит, ну и пусть торчит. Потому что у меня такие хвостики по бокам красивые, кружевные. Вяжем вместе, либо вдохновляемся, вяжем вот такой несложный реглан. Просто реглан вдохновения. Мы его назвали, стоя, погнали. То же самое одето сейчас и на мне. Это созданная Анной. Вот такой вот несложный, с вырезом лодочкой, вдохновляясь пряжей. Пряжей натуральной, хлопковой, льняной, сухонькой, на спицах четыре с половиной. И у Анны это уже третий проект из серии. Набрать сто петель, распределить регланные линии и связать комфортный, уютный, летний... Что это, джемпер? Наверное. Наверное. Я создавала историю свободного реглана, такой вот немного заниженной проймой. Легкий лайт расчет, особенно хорош для тех, кто только-только подступается, да, вот отправляется в путь вязания плечевого изделия. Несложный расчет, да, распределение петель для реглана без особых заморочек. Это такой вот свободный лайт джемпер. В нашем случае он связан из льняной пряжи и из хлопка японского хосигава фис. Это то, что вы видите на мне. И сейчас Анна, вариантом комбинирования двух литей пряжи, создает особый мелан. Красивые пятна получаются, очень интересно. Те же самые спицы и тот же самый расчет, что был и на первых двух. Мы сейчас сделаем замеры готового изделия. Вам уже не так страшен реглан, и это радует, мы как раз к этому и стремились. Мы как раз и хотели, чтобы этот реглан вам дался легко, да, и он будет действительно неплох, он будет рабочий, вот, и будет отправной точкой дальше уже вот по вашим творческим каким-то порывам, да, позывам, потому что вот эту регланную линию всегда можно будет потом изменить, да, уже можно. Вы поймете уже, как двигаться уже в сторону классического реглана, да, более классических расчетов, потому что правильно и неправильно в вязании, это моя четкая позиция, нет, да, нравится, не нравится, вот это да, получилось хорошо, сидит хорошо, да, нравится силуэт, он вам идет, вот это важно, вот это здорово. Лицевая гладь, обычный классический набор, да, традиционный набор, никакой обработки горловины и никакой обработки по нижнему краю. Набрали, связали и закрыли, вот, легко и просто, здесь работает само полотно и ваше настроение. Понимаем, да, что с погрешностью будет это измерение? Ань, предположительно, сколько мотков океании у тебя уйдет? Я думаю, что, скорее всего, семь. Ты рукав планируешь какой? Хороший рукав, нормальный, нормальный рукав, полноценный. А лейса? Это тоже так же? Я думаю, что да. Это тоже так же. Уника подойдет на эту модель или добавит что-то к ней? Ее можно соло, наверное. Уника соло будет классно. Наверное. Уника будет классно соло. Может быть, спицы только поменьше. Да, спицы. Три с половиной четыре. Да. Если следовать нашему расчету, то ваша горловина будет более компактная, да? Поуже. Поуже будет. Так, прибавление по всем регланным линиям, раз сто. Сейчас по всем регланным линиям идет прибавление. Росток мы вывяжем после того, как я замкну в круг вязание. Закончу формирование вот этой вот капельки, петельки на спине. И после этого сразу же начну вывязывать росток. В каком месте рукава будут начинаться развороты ростка? Здесь и на вашей тоже когте реглан. Дальше получается, я провяжу, скорее всего, если по ритму прибавок в реглане, у меня туда попадет прибавка реглана, я провяжу прибавку реглана, потом еще одну петлю и сделаю первый разворот. Ближе к регланной линии спины. Прямо максимально близко к регланной линии спины. Первый поворот у тебя будет. Да. Девочки, если 120 набирать, то дополнительные 20 петель равномерно распределить на перед, спинку и плечи. Регланной линии не трогать? Если вы хотите сделать регланную линию шире, добавьте в регланную линию. Почему нет? Широкая регланная линия тоже классно будет смотреться. Ее можно вообще в какую-нибудь дырочку вывязать или там листики какие-нибудь понапустите. Ну да, если позволяет, да, рапорт ажура, можно там что-то уже намудрить красоты какой-нибудь. Не забывайте о том, что вы будете вязать и одновременно со всеми этими прибавками у вас будет увеличиваться рукав. Если вы не хотите получить вот такой ширины рукав огромный, то пропорционально добавляйте количество петель скорее вперед в спинку. Так, если из Ито, значит, вот по поводу Ито, это целая... Давайте кто-нибудь свяжет из Ито, а я позавидую. Мы можем и сами, в общем-то, связать. Из Ито, там, знаете, наверное, это долгая такая история, большая и обширная. Комбинация пряжи Ито, это целый эфир, а то и не один. Если подходит цвет Дольче, посмотрите на сайт. Вот это будет очень красиво. Это будет дольче и джима. Более экономичный вариант. Или же дольче, которая розовенькая, с вот этим оливковым буретным шелком. Смотрите, какой есть еще вариант. То был меланжевый, а это шикарная нить, шикарная. Здесь прям, знаете, Итовская кину с джимой вперемешку. Джима розовая, а кину вот какой-то такой цвет веревки. Да еще и в крапушке рыженькие. Красивая невероятно. Невероятно красивая. И цвет хороший. Так, прибавки делаются с двух сторон регланной линии. Именно, именно у нас с вами на регланную линию отведено 6 петель. До 6 петель мы делаем прибавку. И после 6 петель делаем прибавку. Низ закручивается. Каким образом зафиксировали? У нас закручивается низ, и мы по этому поводу не переживаем. В принципе, даже... Нет, у меня немного закручивается. Ну, у тебя нет. Хорошо отглажен. А у меня немножко закручивается. На рукавах не закручивается вообще. Вот, посмотрите. Просто обычное классическое закрытие. Вот просто две вместе. Закрытие вот как при обычном вязании. Как бабушка завещала. Как бабушка завещала. Ничего у меня не закручивается. Так, какой ритм в ростке? Сколько рядов? Сколько рядов уже на готовые вещи, или сколько я хочу делать здесь? Ну, сделай как бы диапазон. Расскажи про диапазон. Поворотные ряды. Давайте. Вот это у нас с вами спинка. Здесь у нас регламентированная наша капля. Вот, мы ее вот здесь вот... Сюда. Уйдем сюда. Потом сюда. Здесь будет шаг. Одна петля регламной линии, плюс еще одна петля. То есть здесь у нас две. Здесь, получается, провязали предыдущую. Плюс, ну, опять тоже две. И здесь также. Куда я ушла? Сюда. Ты сюда ушла? Двигайся. Ну, шесть, наверное. Знаете, шесть раз. Да, шесть. Причем первые сделаем через... Можно через две петли или через одну. Раз, два, три, четыре. Вот так вот через две. А потом три и потом опять две. А лучше через одну. Один, один, две, один, один, один. Потом три, потом две. Почему так? А потому что я здесь наращу лодочку. Ну, то есть сохраню вот этот вырез лодочкой. И после того, как я буду делать поворотные ряды через каждую одну петлю, получится достаточно резкий угол. Опять два, один, один, потом два, да? Да. А потом мне нужно будет их сгладить. То есть у меня идут прибавки вот так вот через одну. А потом я их сглажу. Ага. Вот так. Вот так. Плавнее. Да. Так, я правильно поняла. На эту модель на спице 4,5 лучше подбирать метражом до 120 метров на 50 грамм. Да, практически. 120 даже немного тонковато. Вот лучше ориентируйтесь на соточку. А к Миракл Мох, пожалуйста, подскажите оранжевый лен. Боюсь, что контрастная нить захламит сам Миракл. Я бы скорее к нему привязала что-нибудь ближе по оттенку, да, ближе в тон. Ну, если как бы изменить немножко структуру, добавить толщины нити. Вот всё-таки что-то, ну, вот так, наверное, максимум, да? Да, но это толстенько прям будет. Ну, это прям толсто-толсто, это прям на пятёру. Это, знаете, что? Вот это сочетание, это обалденный кардиган. Такой длинный, знаете, как халат. Ну, то есть реглан, он же нас не ограничивает только джемпером, в принципе. Это может быть кардиган, это может быть пальто, это может быть что угодно. Просто вы вяжете разъёмное полотно, точно так же выводя линию реглана. Будете вязать не по кругу, а обратными рядами всё время. И это будет офигенная вещь, длинная. Итак, в сочетании, значит, к Миракл мы подобрали пятый цвет белина, это соло цвет получится. И вот такой вот тоже оливковый 61 вариант океании. Белые всполохи, они не сильно, как бы, будут пестрить полотно, но придадут какой-то особой динамики, да, вот этому цвету. И Аня пока вяжет, не смыкаясь, вяжет поворотными рядами, пока только наращивая регланные линии. Подскажите про рукава, если сегодня не успеем, когда будем продолжать? Ну, вообще, в принципе, я думаю, что мы Аню поймаем. Она вот на каком-то этапе, мы попробуем её остановить, ну, вот когда она будет продолжать этот процесс, мы выйдем в прямой эфир на каком-нибудь важном процессе. Вот раскрытие её реглана. Вот они, не смотрите, вот она на регланной линии пошла, она уже вот прям читается. Очень аккуратные дырочки, в меланже практически их не видно. Ещё один. Вот они прям, да, видать эти шесть. Я думаю, что мы подключимся к этому процессу, чтобы у вас была более полная картинка. Мы пока на старте. Росток после капли, вот. Если каплю не делать, то росток когда начинать ввязывать? Ну, я уже говорила, да, что первый наборный ряд и дальше установочный ряд просто... Распределение маркеров. Ну, его не обязательно делать. Можно не делать, это на ваше усмотрение. То есть вы начинаете, тогда провязываете установочный ряд, и сразу же с самого первого ряда начинаете вывязывать росток. Можно... Слушайте, ну, когда лопопейсу вяжут, росток же вывязывается вообще после подмышки. Ну, да, да, да. Он может быть вообще как бы рассеянным, да, росток. Он может вообще распределиться по всей спинке, да. Растянут вот сколько там поворотных рядов? Три, пять, шесть, да, ну, в зависимости от строения или от желания вашего, да. Вы можете это вообще распределить по всему, ну, движению вот этого. Делайте, как вам нравится. Хотелось бы поподробнее про росток. Ну, давайте еще раз про росток попробуем поподробнее. Давайте. Значит, росток у нас вывязывается, начинается, и сколько раз поворачивается. Давай. Возьмем чистый лист. С чистого листа начнем. Опа! Спинка. Перед. По шесть петель на регланных ленях. Вот это спинка. Да. Спинка у нас разъемная. Если мы делаем капельку, если мы не делаем капельку, мы убираем вот эти дополнительные петли, да, кромочные. И просто вяжем здесь также 28 петель. Вы можете распределить петли верным образом, да, рассчитать реглан более классический, наверное, более правильный, правильный расчет сделать, когда у вас спинка будет меньше, ровно на то количество рядов, петель, соответственно, которые вы хотите сделать поворотными. Я начинаю делать росток для того, чтобы сохранить вот эту форму выреза лодочку, я начинаю делать росток в плече сразу же после регланной линии. Таким образом, я провязываю первую петлю, которая у меня будет прибавкой реглана, провязываю ее, потом провязываю следующую петлю, итоговую получается две. Дальше делаю поворот, провязываю здесь, здесь делаю то же самое, затем возвращаюсь, провязываю вот эту петлю вместе с ухом и предыдущей петлей, провязываю еще одну. Возвращаюсь обратно, делаю то же самое, через одну петлю, потом возвращаюсь еще раз и опять через одну петлю, сюда, обратно, четвертый раз через одну петлю, сюда. И следующий поворотный ряд я делаю через три петли, также симметрично, через три петли и следующий, извините, мне уже не хватает бумаги, через две. И здесь также возвращаюсь сюда, через две петли, вот таким образом, один, 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 три, две. Шесть поворотных рядов. Собственно, связав последний, я остаюсь в лицевом ряду и продолжаю вязать, сразу же делая здесь прибавку на реглан, потом делаю прибавку здесь, прохожу, делаю прибавку, делаю прибавку. Здесь аккуратненько всю эту историю провязываю таким образом, чтобы минимизировать вытянутые вот эти вот кривые петли. В нашем случае спина на 12 петель шире переда, правильно? Потому что мы ее нарастили за счет вот этих вот поворотных рядов, потому что мы все время двигались мимо регланных линий по спинке. И они нам всегда ее, эту спинку наращивали, да, ровно как и наращивали нам рукав и удлиняли как раз эту регланную линию. Так, сколько петель подреза, подскажите, пожалуйста. Ань, давай сначала по размерам, сразу тогда озвучим, давай. Да. По размерам, что у нас с вами получается по этому изделию, вот конкретно по этому изделию, который... 85 горловина. По окружности горловины 85 сантиметров. Регланной линии 35 сантиметров до проймы. Прям вот... 35. Да, не включая подрез. Раз, два, три, три, три раза последних, сколько здесь, мантиметров 8, я делала прибавки в каждом четвертом ряду. До этого момента, в каждом втором, потом в каждом четвертом. 35 мантиметров всего. И по спинке 67, но спинка у меня чуть-чуть длиннее, чем... Да. Да, вот такой вот небольшой наплыв получает. Не наплыв, а больше вот как бы провис, да, вот этого полотна по спинке получается. Вот такая вот спина. Вот, кстати, вот это вот количество прибавленных петель по спине, вот видите, она сейчас крутит манекен. Видно, как, да, вот он таким вот свободным как бы наплывом смотрится. То есть перед действительно чуть компактнее, нежели чем спина. Ну, в общем-то, в этом и изюм этой модели, его свобода и т.д. В спинке осталось тоже количество петель. А разворота в плечах прибавили петли, в плечах, соответственно. Так. Нет, на спинке у нас количество петель больше. На 12, вот сколько мы сделали с вами частичного вязания, да? Они же прибавляются не за счет того, что вы здесь развернулись. Я не делаю здесь прибавку петли. Здесь поворот, обкручивает петлю. Петли добавляются в линии реглана. Проходя мимо линии реглана... То есть каждый раз возвращаясь, я не забываю о том, что мне нужно сделать прибавку еще в реглане с тем ритмом, который я выбрала. В каждом втором, в каждом третьем, в каждом двадцать пятом. Тут уже зависит от того, какую... И, соответственно, у вас наращивается количество петель, увеличивается в спинке, и количество петель увеличивается вот здесь, в рукаве, вот после этой регланной линии. То есть там в рукаве. То есть у нас тянется с вами, наращивается эта регланная линия, и, соответственно, расширяется немного полотно. Количество петель по спинке на 12 петель в нашем случае больше. Получается силуэт кокон в спине. Ну, плюс-минус кокон. Скорее он все-таки, ну, где-то кокон. Если бы она была бы еще длиннее изделия, там бы кокон получился бы. Есть некий наплыв, да, соответственно. Так, подрез, рукава, длина спинки и переда. Ну, давай, Ань, про подрез хотя бы. Длина спинки, длина спинки, длина спинки. Надо мерить сантиметр. 67. 67. У Ани длина спинки 67. А переда? У Ани, будем честны, у Ани рост 172, поэтому у Ани он прикрывает попу. Перед? Жаль, что-то. Ну, по-честному, 53. 53. Перед? 53. Про подрез. Подрез я делаю всегда, об этом уже говорила, мне нравится, когда есть подрез. Я набираю 5 петель здесь, и из них я поднимаю 7. А набираешь ты каким образом? Вот у меня, например, вязание здесь. Вот у меня есть ниточка. А я просто... Как же я здесь? С пальца, да, набираешь ты? Накидываешь петлю скрещенную. Да, накидываю. Давай, тыкс. Вот так вот. Это называется набор с пальца. Вот она накидывает вот так, скручивает петлю и накидывает ее. Блемс. И вот ты набрала, вяжешь тушку вниз 5, а когда начинаешь вязать по кругу рукав, ты из этих 5 набираешь 7. Да, я это делаю для того, чтобы 2 петли, которые рядышком находятся в подмыхе, чтобы они не были... Все равно они будут дырами у меня точно. У мастерицы, наверное, там все ровненько идеально получается, но я поднимаю 7 и 2 дополнительные, таким образом, чтобы укрепить... Укрепить боковушки, вот эти как раз раздолбанные краешки. И потом, если мы понимаем, что рукав сильно широкий получается, хочется его сделать меньше, я обычно выделяю, в зависимости от общего количества петель на рукаве, я выделяю либо 2, либо 4 петли и убавки делаю, соответственно, как в реглане. То есть у меня вот эта линия между убавками, она у меня не в одну петлю обычно, а шире, тогда получается красивая вот эта вот подмышечная... Да, то есть она у тебя тянется туда, да, она у тебя тянется, да. И я стараюсь делать убавки, основные все петли уводить именно вот уже в подмышечной вот этой вот истории, там, где рука уже становится по уши, чем плечо, и если нужно дальше рукав делать уже, то остальные убавки после убавки... Тоже двигаются там же. Да, ну, соответственно. Ну, грубо говоря, у тебя этот подрез тянется, как бы, да, вот, как бы лаконично тянется, переходя вот как раз в линию, если будут, предположительно, убавки. Но так как мы вяжем ленивый реглан, при расчете вот таком вот 100 на спицах 4,5, у вас, например, нету ни одной убавки в рукаве, вообще ни одной. У нас вообще нет убавки. Нет, у вас ни одной, а у меня есть. А у тебя есть. У меня есть, объясню почему. Я здесь делала пройму удлиненную, я добавила здесь 4 ряда еще, да, дополнительно, у вас там просто в каждом втором ряду. Я у себя делала, вот она, подмышка, собственно, но вот здесь убавки раз, два, три, четыре. Четыре раза я делала убавки в рукаве. А можешь замерить еще каплю, длину капли? Замерь, пожалуйста. Капля, ну, 9,6. 9 сантиметров где-то приблизительно. Ловить вдохновение здесь и сейчас, вот сию минуту. Она его вот поймала, потому что она как бы отложила его и связала вот этот зеленый. И, по-моему, кайфанула еще от процесса вязания вот этого моего изделия. И продолжает этот кайф. Вот я считаю, что если полет есть, не отказывайте себе в удовольствии этому полету следовать. Именно поэтому с той погнали. Именно поэтому, когда ты хочешь ощутить полотно, хочешь увидеть смешение этих нитей, да, и хочешь получить как бы при этом результат, над которым тебе не надо корпеть, думать, да, продумывать его. Ну, вот здесь как раз эффект вдохновения вот самой структуры, цвета и всего остального. Из-за чего началось с той погнали. Я увидела пряжу, полюбила ее любовью нежной, поняла, что нет жизни моей без этой пряжи. Связала зеленый. Связала его, и я, собственно, как я его начала вязать? Я думаю так, хочу, чтобы, может быть, на одно плечо вот так вот он у меня элегантно сползал. Хочу, чтобы было рыхлое, хочу, чтобы была широкая линия реглана. Села, прикинула, сколько мне примерно понадобится петель. Посмотрела на плотность, я малюсенький связала. И набрала 100, и погнала. И вот связала. И дальше в каком-то эфире меня увидели и спросили, а что это на Ане, как вязать, а есть ли описание? Я говорю, ну какое описание? Посмеялась, сказала, стой, погнали. И дальше кто-то зацепился за вот эту вот фразу, стой, погнали. Я до этого, в общем-то, 100 петель-то не вязала. Вот они, 100 петель набрал, погнал. Угу. Для сисястых обязательно нужна коррекция при распределении. Да не нужна вам никакая коррекция. Это свобода. Все вам даст свобода. Ширше, длиннее пройму и ширше палатную. 50-й размер, девушки, отзовитесь, кто-то писал. Кто-то уже намахал, по-моему, да. Уже связали, написали, что прекрасно села то ли на 50-й, то ли на 52-й размер. Ну, чем больше вы сделаете пройму, чем шире, чем шире у вас будет, собственно, перед, чем шире у вас будет спинка. На любой размер. Все, уляжется ваша грудь. Уляжется туда, но чуть подпрыгнет перед. Да, но у нас и спинка, извините, там мы тоже с провисом делаем. Здесь мы как раз говорим о лайт-истории, тогда, когда вы готовы надеть на себя, ну, не побоюсь этого слова, халабуду. Да, вот это свободная, большая струящаяся вещь. Вот, мы о ней говорим. Так, а мне нужен шире перед. Можно будет надеть задом наперед. Тогда расток не будет. Тогда расток не будет не функционировать. Тогда вывязывайте, ну, в какой смысл задом наперед? Ну, изначально тогда, рассчитывая 100 петель, сделайте вперед. Ну, да, распределите, да. Ну, не 28, значит, наберите не 100 петель, а добавьте вот здесь, сделайте перед на 34. То есть, добавьте, грубо говоря, там дополнительных 6 петель. Их можно, кстати, добавить как выточку. То есть, набрали 100 петель, а потом вот здесь, вот, буквально там в установочном ряду, сделайте себе вот эту смещенную выточку и добавьте буквально там в горловине по вот это, по переду, да, по линии переда. Добавьте там, ну, сколько там, 5-6 петель, да. Чуть-чуть больше, вот, как бы, чтобы у вас здесь полотна появилась. Все. Давай, быстро говори. И, когда я набираю петли на рукав, так как это ленивая история, я вяжу каждый рукав отдельно, никакого маджиклупа, никаких заморочек, просто беру шапочные спицы, короткие укороченные спицы соответствующего размера и вяжу рукав по кругу, как шапку. Вяжу, 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 потом набираю второй, вяжу, вяжу, вяжу. И вот, когда я набрала вот рукав, подняла петли из подреза, плюс две дополнительные, да, вот эти вспомогательные петли, я провязываю один ряд установочный. Теперь войдет в века, стой и погнали, слово не воробей, девочки, мы рады, Аня, спасибо огромное, мы вас целуем, чмоки-чмоки, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok